Всем привет! Это видео посвящено тому, как нужно строить собственные дома. Сейчас во время карантина многие задумались о том, чтобы переехать за город и жить в своем собственном доме. Ну, потому что можно выйти на природу, пожарить шашлычок, побегать по лужайке, полюбоваться деревьями и небом. И это здорово. Так вот, в этом выпуске я вам расскажу, как нужно проектировать собственные дома. На примере вот этого дома, который мы сейчас строим. Спроектировали и строим. Это не значит, что вы должны строить именно такой дом или похожий на него. Я расскажу об основных принципах, как нужно планировать дом и затем проектировать и потом уже строить. Есть несколько важных замечаний по этому поводу, о которых я хочу вам рассказать и поделиться своими мыслями на этот счет. Вот. Поехали. Итак, первое, с чем вы должны определиться перед тем, как проектировать и строить дом, это для себя решить. Ваш дом будет вписываться в окружающую среду или будет выделяться на фоне окружающих построек и ландшафта. Когда мы проектировали этот дом, у нас задача была вписать его в окружающую среду. Это значит, он должен гармонично смотреться в этом ландшафте и в окружении тех домов, которые здесь уже построены. Обратите внимание, наш дом достаточно большой, почти 500 метров. Но здесь он смотрится очень органично и аккуратно. Почему? Потому что мы разбили его на три объема. Обратите внимание, слева, который обшит паланкеном, это бассейн. Между ними балкон и там столовая. А вот правый объем, там уже гостиная, спальни, детские и прочие комнаты. А это я говорю к тому, что сделали мы это специально для того, чтобы архитектуру нашего дома вписать в местную окружающую среду, чтобы он не смотрелся таким большим гробиком. Ну, знаете, как это любят делать? Если дом 500 метров, то это такая хабазина. Нет, наш дом выглядит очень аккуратно и очень гармонично вписан в ландшафт. Когда мы определились с тем, будем ли мы вписывать дом в окружающую среду или наоборот выделять его на фоне всего остального, мы должны сделать второй шаг – начать проектировать, собственно, сам дом. Когда мы начинаем проектировать дом, мы его проектируем как бы изнутри. То есть начинаем работать с планировками, а не с фасадом, как это делают многие архитекторы. Я считаю такой подход неправильный, потому что мы делаем красивый дом, а про то, как будет все организовано внутри, забываем. А это значит, мы делаем его заведомо неудобным, потому что нарезка комнат получается абы какой. И делается это все в угоду фасада. Мы делаем не так. Мы идем изнутри наружу. Сначала внутренняя организация пространства, а потом фасад. Пошли внутрь, я расскажу, как там все устроено. Кстати, не пугайтесь, дом пока строится, здесь куча мусора, еще и рабочие пробегают. Но это не страшно. Самое главное, чтобы вы поняли принцип правильного проектирования и чтобы вы не наделали ошибок. Пошли. Это тамбур. Вход в дом. Он нужен для того, чтобы отсечь холодный воздух и чтобы не было сквозняков в доме. Итак, справа это вход в дом. Обратите внимание, он прозрачный, стеклянный. И слева стена тоже прозрачная, стеклянная. Это значит, что весь солнечный свет будет проникать внутрь. Кстати, это нам еще нужно для того, чтобы осветить прихожую. Больше в прихожей другого освещения нет. Ну, кроме искусственного, естественно. А окон там нет, потому что та часть дома зарыта в землю. Дом-то стоит на склоне горы. И дальняя часть, нижний этаж, естественно, заглублен, заглублен, заглублен в грунт. Заглублен в грунт. Здесь есть еще одна дверь. Это дверь в гараж. То есть мы из машины выходим сразу в теплое помещение и не идем через улицу. Кстати, она тоже стеклянная. Чтобы мы сразу, не заходя в гараж, могли проверить, а стоит там машина или нет. Или уже кто-то уехал на ней. Да, и не обращайте внимания на полиэтилен. Стройка. Первое, куда мы попадаем в доме, это прихожая. Поэтому прихожая должна быть большой, просторной, светлой и нарядной. Вот как эта, например. Ну, конечно, это большой, шикарный дом. Можно делать прихожую и поскромнее. Но, так или иначе, прихожая должна быть такого размера, чтобы в ней было удобно раздеваться и одеваться всей семье, гостям. Чтобы мы не мешали друг другу. Ну, здесь это, конечно, можно делать с большим удобством и комфортом. Вот стеклянные двери, про которые я говорил. Через них проникает свет. Кстати, в этой прихожей будет еще стоять и небольшая диванная группа, где гости, которые ожидают хозяев, могут присесть и смотреть сквозь окна, через прозрачные входные двери, туда, на природу. Это будет шикарно, я считаю. Кстати, я не понимаю, почему люди боятся делать стеклянные двери, аргументируя тем, что, ну, так через них же воры, типа того, что залезут. Ну, так воры и через окна могут залезть, какая разница. Но зато, когда дверь пропускает свет, и сквозь нее видно улицу, представьте, как это классно и круто. И вообще в прихожей свет появляется. Совсем другое настроение. Очень важно, чтобы в прихожей была большая гардеробная. Здесь она есть. Если Максим повернет камеру, то мы ее увидим. Итак, из прихожей мы можем пройти в другие помещения. Там есть гостевая, там есть кабинет хозяина, там есть санузел с душевой. А также самое важное в прихожей – это большая гардеробная. Мы заходим в гардеробную и удивляемся, какого она размера. Эта комната примерно метров 16. Представляете, сколько здесь вещей можно разместить? Не обязательно прихожая должна быть большого размера. Естественно, каждый же сам под себя выбирает, сколько вещей, сколько ботинок, сколько чемоданов ему хранить. В этой гардеробной будут не только вещи храниться. Просто здесь наш подход такой, что каждая комната должна быть красивой. В каждой комнате должно быть комфортно находиться. Поэтому мы сюда заходим как в обыкновенную комнату, берем одежду. И знаете, как в магазинах одежды? В большое зеркало можем посмотреться, присесть на удобный большой пуфик или кресло, задержаться на какое-то время, подумать, а что же мне одеть? Зеленые, розовые или голубые тапочки. И уже потом пойти на выход. Когда мы говорим о проекте своего собственного дома, каждый хочет сделать его удобным и комфортным. Так вот, чтобы он получился таким, мы должны сделать главную вещь. Подумать, а какие территории нам нужны внутри этого дома? Что я имею в виду? Первая территория – это так называемая общественная зона. То есть, это общее пространство, где встречается вся семья. Где вся семья встречается? Это кухня, это столовая и это зал, где диваны и телевизор, возможно, еще и камин. У нас же частный дом, поэтому будет камин. Итак, что важно вам предусмотреть? Вам нужно подумать о том, как будет собираться ваша семья, где будет собираться и что делать. В нашем варианте предусмотрена кухня. Она достаточно большая и за ней удобно готовить. Одна часть кухни будет стоять вдоль стены, а вторая часть – это остров, за которым хозяйка будет стоять. И она будет стоять лицом к окну. А это красиво и удобно. Дальше – это диванная группа. В этом месте будет стоять большой диван и кресло напротив телевизора и напротив камина. А также напротив этого большого великолепного окна, которое сделано здесь неспроста. Во-первых, много света, а во-вторых, великолепные виды. Это пространство самое высокое в доме, чтобы ощущался простор и воздух. Поэтому, если у вас есть возможность делать высокие потолки, обязательно это делайте. Высокие потолки достаточно сделать всего лишь в общем пространстве, а в спальнях – не обязательно. Хотя было бы неплохо. Следующее. В этом доме мы запланировали так, что столовая у нас будет стоять как бы в отдельном примыкающем пространстве, которое мы назвали веранда. Почему так? Потому что за этим большим обеденным столом будут собираться не только члены семьи, но и гости. И чтобы гостей удивлять, здесь большое панорамное окно прямо напротив стола. И когда мы сидим, мы можем любоваться великолепными видами, которые нам предоставляет это пространство. А также здесь есть выход на задний двор. Там лес. Сейчас мы выйдем и посмотрим. И это очень удобно. Например, мы захотели пожарить шашлыки. И нам не надо бежать вниз, нам не надо выбегать на улицу. Нам достаточно открыть эту дверь, выйти наружу, взять шашлыки и вернуться обратно к нашим гостям. Ну или просто хорошая погода. И мы можем выйти и насладиться лучиками солнца. Кстати, эта стеклянная стена с дверью обеспечивает нам инсоляцию. Это проникновение солнечного света, как вы уже догадались. Старайтесь сделать так, чтобы в ваших интерьерах было как можно больше солнечного света. Естественного света. Особенно это актуально в тех регионах, где солнышко нас не очень-то и радует. А почему здесь еще такое решение с обеденным столом, с гостевым столом? Потому что отсюда у нас есть выход в соседнее помещение. А это уже такой часть дома для развлечений. То есть здесь есть бассейн с панорамными окнами. И когда хозяева будут плавать, они будут наслаждаться видами из окна. Это очень круто. Есть сауна и есть санузел. Поэтому мы с гостями можем поплавать, поразвлекаться. Дети могут поплавать, поразвлекаться. И выбежать обратно, сесть за красивый стол и уже попить какие-нибудь напитки. Или приступить к трапезе. А может быть выбежать прямо на улицу после бассейна. Поплавал в бассейне и прямиком на улицу. Кстати, бассейн это не так уж дорого. Гораздо дороже, когда вы ставите золотые унитазы, лепите вензеля на потолки, делаете какие-то непонятные формы и вообще на непонятные какие-то обои тратите деньги. Ну, условные обои, я говорю. То есть есть очень много красивых, но ненужных вещей в интерьере, на мой взгляд. Мне кажется, что лучше потратить эти деньги на бассейн, например, чем на какие-то непонятные побрякушки. Наверное, кто-то со мной не согласится. Ну уж простите, я же имею право на свое собственное мнение. Итак, только что мы обсудили, как должна выглядеть общая территория, ну или как она может выглядеть. Но она должна быть как минимум в общей территории должна быть кухня, обеденный стол и диванная группа. Но все остальное это уже на усмотрение заказчика и жильцов дома. Я вам покажу следующую территорию, которая должна быть в каждом доме, если мы говорим о комфортном доме, о комфортном проживании. Это территория родителей. Пойдемте покажу, что это такое. Во-первых, она, конечно, в стороне. Здесь у нас будет конструкция из реек. Такая декоративная, которая с одной стороны красиво выглядит, с другой стороны она как бы отгораживает территорию родителей и вообще приватную зону дома, приватную часть дома от общей территории, от общего пространства. Итак, мы зашли на территорию родителей. Я зашел через дверной проем. Здесь будет дверь, естественно, она закрывается. И это часть дома, которая принадлежит только родителям. Первое, куда мы попадаем, это гардеробная. Здесь будут вещи, их личные, ну, майки, рубашки, трусы с носками. И, конечно же, мы предусмотрели, чтобы был дневной солнечный свет. Потому что гораздо приятнее находиться в помещении, где есть окно. Ну, во-первых, мы себя лучше видим, ну, а во-вторых, просто приятнее. Дальше. Естественно, это сама спания. Сейчас стены здесь обиты фанерой. Это сделано для того, чтобы сделать мягкие панели. Это основа для этих мягких панелей. Скоро здесь будет очень красиво и уютно. Здесь будет стоять кровать. Вот выведены розетки, которые будут над тумбочками. В общем, все это будет выглядеть очень красиво, уютно и мило. Если развернуться и посмотреть, то на территории родителей, в их спальне, ее еще называют мастер спальня, должна быть обязательно ванна. Вот видите, какой здесь огромный проем. Здесь будет стеклянная стена со стеклянной дверью. Это сделано специально, чтобы, лежа на кровати, мы видели все два окна в этом пространстве и зрительно мы ощущали это пространство больше, чем оно есть на самом деле. Почему? Потому что наш глаз скользит по стене, видит два окна, ни обо что не запинаются и, соответственно, делает вывод, что пространства больше. А там у нас будет стоять ванна. И получается, что лежа на кровати, когда я лежу на кровати, я могу любоваться моей любимой женой. Ну или девушкой, а не женой. Ну какая разница? Главное, чтобы это была нимфа, которая возлежит в ванной. Ну, в общем, самое главное, что тот, кто будет в этой отдельно стоящей ванне лежать, то ему будет лежать в ванной. Невероятно кайфово, потому что перед ним огромное окно и, лежа в ванной, мы любуемся прекрасными видами. Представьте, когда будет за окном зима. Там все белое, там холод и мороз, а здесь теплая ванна. Ну кайф же, а? Кайф! Ну, небо видно, деревья, водичку, красота. Здесь будет раковина. Естественно, все залито дневным светом, и это прекрасно. Там дальше душевая и туалет. Понятно, что душевая и туалет, они прикрыты. В душевой мы моемся. Ну, в туалете понятно, что мы делаем. Отдельно стоящая ванна – это для удовольствия. Это для кайфа, понимаете? Для кайфа. Поэтому, если есть такая возможность, то делайте это. Вот такая она отдельная территория родителей. Не обязательно она должна быть такой. Она может быть любой конфигурации. Она может быть любого размера. Но запомните, должно быть спальное место, гардероб и ванна. Вот это территория родителей, которая подарит вам невероятный комфорт. У кого есть дети, оценят. У нас есть детская, она с большим потолком. А значит, мы можем как-то поиграть с этим пространством. Ну, мы и поиграли. Мы сделали антресоль, куда ребенок может залазить вот по этой лестнице. А лестница будет внутри шкафа. Открыл дверки, а там лесенка на чердак. Ну, знаете, там малыши Карлсон, а может быть, это какой-то воздушный замок. Ну, вот вспомните себя ребенком. Наверняка вы хотели себе какую-нибудь норку или какой-нибудь шатер построить. Так вот это оно и есть. Ну, это же правда круто. А еще наверняка вы все смотрели фильм «Нарния». Ну, помните, где они открывают шкаф, заходят внутрь шкафа и попадают в другую страну. Представьте, здесь шкаф. Открываются дверки, а там лестница в другую страну. Ну, клево же. Вот такая детская у нас здесь запланирована. А сейчас я вам покажу ванную детскую. Вот она. Она, конечно же, с окном. Так, у нас тут идет ремонт, и это хорошо. Скоро будет красота. Она, конечно же, с окном. Аккуратно заходим внутрь. Справа будет раковина. Слева здесь дальше унитаз. Ну, и здесь вот, собственно, душевая ванна вот в этой части. Но самое главное, что здесь есть окно и дневной свет. Это невероятно красиво и комфортно. Мой обзор подошел к концу. Я вам постарался показать наш дом, который мы проектировали и сейчас строим. И вот скоро, совсем скоро он уже достроится, доделаются интерьеры. И в нем станет совсем красиво, уютно, тепло, светло и хорошо. Этим роликом я хотел рассказать вам о том, как нужно проектировать комфортные дома. Именно на этом я хотел сакцентировать внимание, а не на внешнем виде дома. Потому что оболочка, рубашка может быть любой. Ваш дом может быть в стиле барокко, в стиле готика, в стиле баухаус, в любом стиле. Любые отделочные материалы вы можете использовать. Но главное, как дом будет организован внутри. Это будет влиять на ваш комфорт. Поэтому, если вам предлагают только картинки дома, не ведитесь на это. Изучайте планировки. Вдумывайтесь, как вы будете там проживать. Насколько это комфортно, насколько это оправдано. Нужны ли такие помещения вам? Нужны ли такого размера эти помещения? Чтобы подытожить, давайте я вам скажу самые главные, основные вещи, про которые я сегодня говорил. Первое. Дом нужно делить на территории. Я сейчас говорю про организацию внутреннего пространства. И напоминаю, что дом мы проектируем изнутри наружу. Итак, должна быть общая территория. Это кухня, гостиная, столовая. Должна быть отдельная территория родителей, как я вам это показал. И должна быть отдельная территория для детей. Со своей ванной, со своей игровой, со своими комнатами. Ну, конечно, тот, кто захочет, может еще и бассейн с сауной пристроить. И бильярдную, и боулинг, и вообще все, что пожелает. Но основные вещи для комфортного проживания я перечислил. Территория общая, территория родителей, территория детей. Друзья, если вам понравился ролик, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о будущих видео, которые я постоянно записываю для вас, чтобы вам показывать интересные вещи, интересные интерьеры, интересные дома, которые мы проектируем. Ну и до новых встреч. Напишите в комментариях, что вам было интересно, что бы вы еще хотели увидеть. Напишите, какие вы проекты разрабатывали, где вы живете. В общем, давайте общаться, и тогда у нас получится диалог. Ну а совсем скоро этот дом мы доделаем, и я сниму большой обзор. Субтитры сделал DimaTorzok